МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Много просмотров, и мы получили вопросы от наших телезрителей и радиослушателей. И поэтому снова сегодня у нас в студии представители компании «Экоклимат» для того, чтобы ответить на все вопросы. Позвольте представить наших участников. Сегодня с нами Юрий Владимирович Никитин, создатель компании «Экоклимат» в России. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня с нами Алексей Станиславович Шмаков, руководитель Тверского филиала компании «Экоклимат». Рада вас видеть снова в студии. И с нами сегодня Анастасия Валерьевна Борисова, врач-педиатр, аллерголог, иммунолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Для вас тоже очень много вопросов. Ну что же, поскольку у нас сегодня уникальная возможность поговорить с Юрием Владимировичем, потому что вы специально приехали к нам в Тверь для того, чтобы ответить на вопросы. Вот почему возник такой проект? Насколько он актуален для нашей страны сейчас? Ну, на сегодняшний день данный проект актуален абсолютно для всех, не обязательно для России и зарубежных стран. Потому что в любом помещении есть вентиляция, и за ней нужно смотреть, ее нужно обслуживать, для нее должна быть проходить профилактика. Почему мы этим начали заниматься? Ну, во-первых, из своего личного опыта. То есть, когда ты живешь в своем доме и чувствуется духота, то в этой ситуации обращаешь внимание на вентиляционные каналы. Сам лично я осмотрел свой вентиляционный канал. Каналы, соответственно, были засорены. В связи с этим, соответственно, я сам приступил к этой чистке. Честно, не дочистил ничего. До нормального уровня я этого не довел. И вот в тот момент пришла та самая идея по чистке вентиляционных каналов. Отсюда личным опытом набиралось, соответственно, осмотры все проводились. Далее оформлялась вся документация, полностью оформление бизнес-проекта. Мы, соответственно, это в будущем переделали на франшизу. На сегодняшний день у нас работает 23 филиала по России. Соответственно, мы на этом не останавливаемся, двигаемся дальше. Развиваем Россию. Также мы хочем переходить за зарубежья. То есть у нас сейчас Казахстан и Белоруссия. То есть есть партнеры, которые хотят тоже работать по данному направлению. Ниша стартанула она очень успешно. То есть полноценно мы запустили проект в феврале данного года. Мы получили патент на данное направление. Также мы являемся резидентами торгово-промышленной палаты, как Татарстана, так и Российской Федерации. То есть мы прошли свои проверки для того, чтобы быть резидентами. Ну, в этом есть будущий успех. И самое главное, я на сегодняшний день что вижу в данном проекте, это новые рабочие места. Потому что в каждом филиале работает от 8 до 15 сотрудников, которые занимаются в первый момент консультированием по вентиляционным каналам, делают оценку. Соответственно, эти сотрудники получают образование, то есть они получают профессию от нашей компании, они обучаются в учебном центре. И в связи с этим они могут официально делать осмотр вентиляционных каналов. Далее, соответственно, это слесаря, монтажники, которые занимаются полноценной очисткой клининговых вентиляционных каналов. Ну, вот теперь такая компания, точнее филиал, будет работать и уже трудятся сотрудники ваши в областной столице. Вот, во-первых, как повлияла ситуация нынешняя, сложная, эпидемиологическая, да? И люди как реагируют? Для чего вообще нужна вентиляция? Понимают или нет? По-разному реагируют. Есть люди, которые, как и я, в том числе, когда во всем этом начал разбираться, не совсем уделял должного внимания, но когда обо всем узнал, первое, что сделал, это полез к себе вентиляционные каналы. Да, конечно. И увидел там полнейший ужас. И, в принципе, первым клиентом, наверное, я сам у себя стал. Вот так вот. А люди, которые проживают в нашем регионе, реагируют по-разному. В большей степени, когда мы приходим, наши сотрудники приходят и говорят, как давно вы вообще залазили туда, проверяли, что-то делали. Большинство говорит, ну, мы вообще ничего не делали. Пусть там кто-то вот приходит там, делает и все. Мы сами не смотрим. Хотя кухня, ванна, туалет – это область ответственности самих жильцов. У некоторых встречаются такие еще, знаете, железные решетки, которые при постройке дома 50 лет назад поставили. И, соответственно, видно, что за 50 лет даже туда никто не залазил. Вот мы это все диагностируем. В большей степени люди реагируют адекватно, нормально. И задают вопрос, что же делать нам теперь. А вот, Юрий Владимирович, вы сказали, что вы самостоятельно до конца эту проблему не решили. Но наверняка со стороны наших телезрителей или радиослушателей найдутся умельцы, которые скажут, да нет же, я с этим вполне могу самостоятельно справиться. Вот в чем тут причина? Почему нет? Причина в том, что, ну, полноценно все, ты всю работу не выполнишь. Потому что вентиляционный канал не составляет один метр, он составляет от двух метров и выше, значит, да. То есть, ну, в зависимости от объекта, давайте так говорить, да. То есть, если берем это квартиры, значит, от двух до пяти метров. Ну, бывает и больше. То есть, если дополнительные вентиляционные каналы сделали, смонтировали, да. Вот. Если берем, допустим, коттедж, там другая будет квадратура, значит, да. Ну, вернее, с погонной метры. Если берем промышленный производство, там будет другое. Соответственно, на промышленное производство самостоятельно ты не полезешь. В любом случае будешь вызывать компанию, которая занимается очисткой вентиляционных каналов, обслуживанием этим, да. Вот. Если в домашних условиях, ну, я бы так сказал, процентов на 30, наверное, да, то есть, что ты можешь сделать. То есть, до конца самостоятельно эту проблему не решить? Нет, конечно. Ну, вот руку ты засунул, и вот, и все. Вот все, что ближайшее есть, какой-то мусор, значит, да, то есть, крупный, вот его, соответственно, то убирающее все. А даже если вот так руку засунуть, это опасно? Ну, естественно. Мер безопасности надо соблюдать, но лучше, конечно, вызвать специалистов. Там кто-нибудь может укусить, да. Потому что, когда сотрудники наши начинают это все вычищать, иногда достают оттуда живые организмы, так сказать. Ну, я могу добавить, что на сегодняшний день, значит, да, то есть, услуга востребована, вот, и люди делают заявки, значит, на чистку вентиляционных каналов. Я могу просто сделать небольшое сравнение, да, то есть, вот машину, если ты обслуживаешь, ты, в принципе, можешь сам ее обслуживать, поменять там масло, там, к примеру, еще что-нибудь, да, вот. Либо ты можешь обратиться это в автосервис, и тебе профессионально это все сделают. Вот, так сказать, чаша весов, да, то есть, как ты можешь это, эту услугу можешь воспользоваться. То же самое салат, допустим, вы можете сами приготовить, но кто-то его не готовит, а идет и покупает готовую пищу. И здесь аналогично вопрос стоит, да, то есть, может ли он почистить. Да, он может почистить, но он, как бы, не до конца все это сделает. Вот, как говорится, скупой платит дважды. То есть, он может сам сделать, ну, и все равно потом, так сказать, плюнет, лучше вызвать. А как тогда самостоятельно собственникам жилья определить исправность вытяжки на кухне или, например, в ванной комнате? Ну, все очень достаточно просто, листочек приложить и хотя бы посмотреть, насколько вообще есть лицарный элемент. Ну, ты приложил листочек, что дальше? Вот, если листочек падает, да, не прилипает или чуть-чуть прилипает, это уже говорит о том, что вентиляционные каналы сужены из-за отложения там пыли, грязи, может быть, вообще забиты. Другой момент, когда в ванной, допустим, да, какие-то водные процедуры принимаете, зеркала потеют. Этого, в принципе, тоже не должно быть. Появляется плесень, грибок, черные вот такие разводы. Это тоже говорит о том, что дом не дышит, квартира не дышит. Вентиляция для квартиры – это как вот легкие для человека. Когда у нас легкие болят, ну, мы плохо себя чувствуем, нам дышать тяжело. То же самое, когда вентоканалы забиты, дому дышать тяжело, соответственно, и жильцам в этом доме тоже тяжело. Так, может быть, просто взять, открыть окно, проветрить? Это не решит проблемы, потому что, допустим, если взять кухню, хозяйки постоянно готовят, там, да, вот этот весь угарный газ, он до конца не прогорает. И отработанный воздух, он должен уходить вентоканал, и с окна должен поступать новый воздух, свежий. Но он не уходит, копится в квартире, и если на такой кухне находиться, там, час-два, может появиться головная боль, и чаще всего это бывает. И, да, хозяйки берут, открывают окна, но все это в комнате застаивается все равно. Мы уточним этот вопрос у нашего специалиста, Анастасия Валерьевна. Вы, как врач-педиатр, аллерголог, иммунолог, прокомментируете слова Алексея Станиславовича. Правда ли неисправная вентиляция может стать причиной, например, головной боли у человека? Конечно, может стать причиной головной боли, так как при неисправной вентиляции, во-первых, повышается влажность в помещении. Она способствует образованию неприятных запахов, в том числе, повторюсь, образованию угарного газа, который недостаточно выходит из помещения, особенно если оно не проветривается. И это, конечно, может вызывать головные боли. А мы продолжим наш разговор буквально через некоторое время, потому что сейчас рекламная пауза. А мы продолжаем наш разговор. У нас сегодня в студии находится Юрий Владимирович Никитин, создатель компании «Экоклимат в России», Алексей Станиславович Шмаков, руководитель Тверского филиала этой компании, Анастасия Валерьевна Борисова, врач-педиатр, аллерголог, иммунолог. То есть мы с вами остановились на теме, связанной с тем, что если неисправна в доме вентиляция, человек может испытывать какие-то, например, главные боли или недомогания. Я у вас уточнила, на самом деле может это или нет быть. Но в том числе и какие-то аллергические реакции могут появиться, например, у членов семьи, у детей, у взрослых. Конечно. Значит, из-за неисправной вентиляции повышается, как я уже сказала, влажность воздуха. А это является благоприятной средой для развития основного компонента пыли нашей, это клеща домашней пыли. Вот. Значит, он вызывает больше, чаще всего вызывает аллергические реакции у детей и взрослых. Он размножается, как раз главным условием его размножения является повышенная влажность воздуха больше 60% и теплый воздух больше 25 градусов. Значит, он может провоцировать такие заболевания, как аллергический ренит, то есть бытовую сенсибилизацию вызывать, чувствительность, бронхиальную астму и атопический драматит. И, соответственно, обострять эти же заболевания, если они уже имеются у человека. То есть человек чаще прибегает к медикаментозной терапии при наличии этих заболеваний. Также может вызывать частые, ну, повышенная влажность воздуха может провоцировать частые обострения дыхательной системы, заболевания дыхательной системы. Вот. Ну, наверное, это основное. А что нужно для этого сделать? К аллергологу обратиться или все-таки позвать специалистов из компании? Позвать специалистов. Ну, хорошо. А как тогда их можно сейчас вызвать? Вызвать можно, позвонив нам в офис по телефону 75 21 75. Также ребята у нас работают. Мы не ждем, когда нам поступят звонки, потому что мы относительно... Мы идем к вам. Да, мы сами идем к вам. Как говорится, да, специалисты наши делают квартирный обход, представляются компанией «Климат». Объясняют, что будут проводить бесплатную диагностику вентоканалов. У каждого есть с собой договор, бейджик с нашим логотипом. И специалисты делают это. Ну, знаете, так скажу, что иногда достаточно даже визуально посмотреть. Но прежде чем визуально посмотреть, нужно еще в квартиру пустить этих специалистов. Вот сейчас все равно же есть такая тенденция негативная. Когда приходят к тебе люди, ты не знаешь, что это за организация. Поэтому мы сегодня здесь встретились для того, чтобы рассказать, как специалисты работают. То есть они сначала предлагают показать, да? Да, они сначала звонят в дверь, представляются компанией «Климат», говорят, мы делаем бесплатную диагностику. Давно ли вы вообще смотрели свои вентоканалы? И что отвечают люди? Люди в основном с такими глазами. Да нет, мы не смотрели. Все, человек заходит, наш сотрудник. Если визуального осмотра недостаточно, у них есть эндоскопы, которые можно загнать. Видео такое маленькое наблюдение с подсветочкой на конце камеры, где все в принципе станет сразу видно через экран мобильного телефона. Все клиенту показывается, и дальше человек уже сам принимает решение. То есть он только показывает, а дальше уже… Да, дальше человек спрашивает обычно, что нужно делать. Здесь наши сотрудники озвучивают наш прайс. И после этого человек уже либо сразу в моменте может заказать услугу. И если наш слесарь-мастер свободный, он может прийти в течение 20-30 минут провести работу по очистке. Очистка происходит следующим образом, что демонтируется старая решетка, выгребается весь крупный мусор, затем промышленным пылесосом все это убирается, загоняется пятиметровый гибкий вал с щеткой на конце, полностью прочищается вся шахта, обрабатывается специальным раствором от всяких тараканов, комаров и всех остальных ползучих животных, так сказать. И вешается новая антимоскитная решетка. Никто уже оттуда не придет. А как часто нужно это делать, Илья Владимирович? Одного раза достаточно в год? Если брать квартиры? Да. Ну, профилактику желательно делать раз в полгода, я бы сказал. Потому что, да, прочищает центральную шахту управляющей компании, через центральную шахту в вент-каналы, которые находятся в квартире, значит, они все попадают туда. То есть пылеотложения идут туда. Соответственно, это уже ответственность лежит на самом собственнике. Поэтому я рекомендую, чтобы это было проходило сама профилактика раз в полгода. А если это новый дом? Если это новый дом, желательно сразу посмотреть, что там находится. Потому что новый дом, это не говорит о том, что там все чисто и все классно. Как правило, строители, ну, бывает, мусор скидывают или еще что-нибудь. И потом эту работу мы делаем, прочищаем и клиенту показываем несколькими ведрами, мешками бывает, сколько мы мусора вытащили с этого вент-канала. Да, иногда смотришь и думаешь, откуда там столько, канал-то небольшой выгребается. Было такое у нас один пример буквально прошлой неделе. В одном из филиалов в Санкт-Петербурге с первого этажа до третьего этажа. То есть мы прочитали вент-канал. С первого по третий. Скажите, а разве это не должны делать управляющие компании? Должны, но не делают. Либо вызывают подредную организацию, либо подредная организация. Цена там не устраивает работы, либо еще что-нибудь. Ну, факт в том, что не делают. А вот представьте себе, что, например, в одной квартире почистили, но проблема в принципе не решается. Вот как дальше действуют специалисты? Они понимают, что здесь задействованы еще этажи. Мы берем горизонтальный вент-канал. Мы не берем саму центральную шахту, мы ее не трогаем. Мы берем горизонтальные вент-каналы, которые идут от кухни на туалет, либо у кого-то из комнаты, в зависимости от построения самого вентиляционных каналов. А если дом, например, ему 50 лет, то 100% надо, не думая, вызывать специалиста? Я думаю, что да. Тут уже клиент сам принимает решение. Я уже ниже объяснял. Либо он это будет сам как-то с подручными средствами это все делать. Либо он помыкается, помучается и все-таки в итоге примет решение, что нужно вызвать специалиста. Мы все русские люди, и когда мы покупаем какую-то мебель, мы не смотрим инструкцию, мы начинаем сами делать. А потом, когда что-то неправильно сделали, мы берем инструкцию. Ай-яй-яй, надо было сразу почитать. Лишние детали остались. Лишние детали остались. Здесь вы абсолютно правы. А вот вы сказали, если это касается, например, квартир, а вот если это объекты общепита, то здесь как выстраивается работа и насколько она сегодня актуальна? Общепит раз в три месяца, давайте так, в квартал. Раз в квартал, то есть нужно обязательно делать. Если же активно работает сама кухня, значит, то есть без перестана, без перебоя, то в этой ситуации раз в месяц нужно обязательно делать. Потому что жировые отложения очень быстро откладываются, и они легко воспламеняются. То есть, соответственно, может произойти пожар, вся кухня погорит, и, соответственно, это все пойдет по всему вентиляционному каналу. Уже были такие случаи, что загорались в вентиляционный канал, в общепитах, в кафе. Это вы имеете в виду про Россию? Я про Россию говорю. Где именно с самой кухни пошла искра, зажглась, и пошел весь канал, весь вент-канал пошел гореть до выхода на улицу. Ну и плюс к тому, что он воспламеняется очень быстро, по той причине, потому что есть тяга. У них стоят принудительные вентиляторы, которые создают поток воздуха. Отсюда воспламеняется и очень быстро, а тушить невозможно. По той причине, потому что градусы не совпадают горение с водой. Для этого определенный должен быть раствор, пожаротушение. Те, кто сразу изначально устанавливают в общепитах пожаротушение, то там все нормально уже, как правило. Просто нужна профилактика. За этим, как и человек, за своим здоровьем нужно смотреть. Правильно Алексей сказал, что касается легких. А какая ситуация у нас, в областной столице, по Тверскому региону? Предприниматели следят за этим вопросом? Ответственны или нет? Какие-то предприниматели следят, какие-то не следят. Сейчас был такой перерыв у многих предпринимателей, кухни не работали. Только-только начали после, так сказать, карантина работать, все открылось. Посмотрим, посмотрим, будем смотреть, ездить, диагностировать. Но пока какие-то обращения-то есть или нет? Консультация? Да, есть, конечно, обращения. Людям интересно, самим интересно, чтобы приехали, сделали диагностику. Но когда мы приезжаем и делаем, некоторые за голову уже хватаются и говорят, я не знал, что там вроде зонт помыли, вроде там все, что видно, помыли. А внутрь никто и не смотрел, не залазил. А какие особенности у этого вида работы? Я имею в виду общепит. Общепит, там совершенно другое оборудование. Если квартира, там, генд-канал, там 3-4 метра идет, то в общепите могут быть сложные системы, где приходится разбирать, приходится целый день, может быть, может уйти на то, чтобы почистить там один какой-то объект. Поэтому там все индивидуально уже и с осмотром на месте. Анастасия Валерьевна, а вам что есть добавить по этому вопросу? В области общепита здесь идет речь не о семье, которая живет в доме, а о большем количестве человек. Поэтому в этом случае это более актуально, исправная вентиляция. То есть это кухня. На кухне, как правило, находятся несколько поваров и помощников. И там такие условия созданы, что там теплый, влажный воздух. И здесь особенно актуально, что вентиляция должна быть исправлена. Исправна, потому что это сказывается на здоровье работников кухни. А для посетителей? Для посетителей это тоже важно, потому что неисправная вентиляция, то есть может давать неприятные запахи с кухни. Особенно если есть обратная тяга, да, если при неисправной вентиляции может быть обратная тяга. И просто будут смешанные запахи с кухни. И это не очень комфортно, приятно. Ну да, неприятно, когда в кафе сидишь и с кухни, не пойми, чем пахнет. Я знаю. Игорь Владимирович, вам давай. Заказал спагетти, а запах идет стейка, как жарен. Да, какой вопрос? Ну я имела в виду, вот по работе, например, в общепите, и вот, значит, мы когда говорили с Анастасией Валерьевной, она добавила, что это вредно для сотрудников и для посетителей. Она говорит с медицинской точки зрения, а вы вот со своей точки зрения. Вот как, во-первых, здесь наладить работу, и что происходит, если, например, вентиляция нечищенная? Ну, во-первых, за кухней есть ответственный человек, как правило, это шеф-повар, да, который, у него есть подчинение, значит, повара, да, которые после себя обязательно должны оставлять все чисто за собой, значит, да, после смены, когда они там закрывают, отработали, то есть они обязательно должны все почистить. Что могу здесь добавить? Они это делают все поверхностно. То есть даже если посмотреть, допустим, «Кухни на ножах», программу, значит, да, когда Ивлев заходит и начинает, так сказать, всем делать а-та-та, почему здесь грязно, почему здесь, и вы заметите, даже в самой программе он сам это показывает, о том, что он даже засовывает саму руку венканал, показывает, говорит, вот это, говорит, что такое. Ну, я не буду сейчас выражаться, как он выражается, да? Вот, ну и, соответственно, начинает на них речать. В пример могу привести наш объект, который мы отрабатывали, значит, один запоминающийся объект, ну, соответственно, я не буду оглашать. Не надо, не обязательно. Я просто это объясню, я сам на него приезжал, смотрел, и я ужаснулся от того, как вообще повара, значит, да, то есть готовили. На зонтах есть жироуловители, вот, и когда мы, они сверху почищены, значит, да, то есть, а вот когда мы, мы же берем полноценно, то есть поэтапно мы все разбираем, всю систему вентиляционную, да, чтобы все жиры, значит, удалить. Начали снимать жироуловители, начинаешь снимать, и оттуда прямо вот все стечет. Вот, ну, давайте так, слизь, вот это сопли, вот это вот, вот это все стекает, да. Ну, как готовить? Вот вы готовите, условно, стейк, значит, да, какое-нибудь мясное блюдо, давайте так говорить, да, вот, и сверху тебе жиры будут это все капать. Это экономия масла, что ли? Вот, ну, как, вот, я вот не понимаю, значит, этих моментов, то есть поверхностно мы не можем ничего сделать. Поэтому наш девиз такой, да, то есть мы решаем проблемы те, которые вы не видите. Мы это все делаем изнутри. Простейший пример, вот, если вы не будете в помещении убираться, ну, условно, берем 10 лет, вы прекрасно представляете, что будет в этом помещении. Будет грязь, будет пыль и так далее, правильно? Вот, поэтому визуально все чисто, все замечательно, а когда глубже копнешь, тогда грязно. Вот, ну, как бы это один такой из негативных, так сказать, примеров, значит, я привел. Вот, это больше, наверное, сейчас уважаемым нашим предпринимателям, рестораторам, значит, да, которые занимаются данным бизнесом. Зайдите сами, посмотрите, что творится в ваших вентиляционных каналах, на вашей кухне, что находится в ваших зонтах, и тогда вызывайте, и мы будем решать ваши проблемы. С такой проблемой у нас встретился один тоже заказчик, значит, у него кафе на первом этаже бизнес-центра, да, и очень много жалоб поступало от арендаторов данного здания о том, что поступает запах из кухни, значит, да, то есть уже, в принципе, знали, что готовят сегодня, что сегодня в меню, что сегодня в меню, да, сказать, все знали, да, то есть жаловались, вот, потому что к людям приходят и клиенты, и, соответственно, тоже неприятные запахи, они отражаются, то есть, вот, кто-то дополнительно в своих офисах ставит дезодораторы, значит, да, эти эрвики разные, там, вот, кто-то свечки ставит, там, значит, как они называются, по френшую? Да, 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 ну, попадаются свечки ароматизированные, значит, да, то есть поджигаешь их и создает свой определенный аромат, вот, и мы взяли данный объект, мы решили проблему, вот, с самими, с самими вентиляционными каналами нужно было, во-первых, то есть мы провели полную диагностику, показали, где есть проблемные места, и ведь все проблемы места мы золотали, так сказать, то есть были, давайте так говорить, да, то есть, чтобы было понятно всем, были дырки в вентиляционных каналах, были где-то соединения, были не закреплены, вот, отсюда, соответственно, все вот эти все пары, они уходили по всему зданию, распространялись и поступали, соответственно, жалобы. Прочистили, все сделали, все устранили, все довольны, всем хорошо, вот это основной момент, вот. Что касается ароматизаторов, значит, мы дополнительно также в услуги наши включили сухой туман, это, давайте будем так говорить, да, то есть это жидкость, которая преобразовывается именно в сам сухой туман, значит, да, но это не новшество, вообще, в принципе, для россиян, потому что данная услуга, она с 2010 года, значит, в России работает, да, мы просто ее взяли как в дополнение для наших услуг, потому что мы занимаемся чисткой вентиляционных каналов, и тем самым мы предлагаем еще дополнительную обработку, дезодорацию помещений с сухим туманом. Какой плюс для потребителей, значит, данной обработки сухим туманом? Ну, во-первых, на молекулярной основе это расщепляется, удаляются неприятные запахи, абсолютно все запахи, которые вообще есть, все удаляется, все обрабатывается, то есть если даже берем это, условно приведу пример, мы такие объекты тоже отрабатывали, это, ну, трупные запахи, то есть человек, значит, умер, там, условно у себя берем, говорит на квартире, значит, да, то есть и кто-то из соседей почувствовал трупный запах, вот, соответственно, это сильное, так сказать, зловоние, значит, да, то есть это нужно убирать, это нужно удалять, это тоже делаем, только это проводится в несколько этапов и разными другими химическими средствами, значит, да, то есть просто обработать хлоркой не получится, это ничего не поможет, однозначно. То есть здесь есть определенный ряд процедур, которые нужно будет делать. Примерно 3-4 раза нужно будет проводить обработку, дезинфицировать все, и после чего будет все отлично, будет замечательно. Запах раз и навсегда уходит? Конечно. И, например, запах табака, присутствие животных, это нужно постоянно делать, если человек имеет вредные привычки? Да, с периодичностью, конечно. Если у него есть животные, в любом случае же она где-то, условно, кошка, то есть она наметит. Я веду к тому, что недостаточно одного раза, что нужно это периодически делать. Правильно? Конечно. Если у вас дома есть домашние животные, обязательно. Я не могу сказать, что это каждый день. Давайте так говорить, раз в месяц можно проводить обработку, удаление запахов и, соответственно, по полноценной дезодорации всего помещения. Это не стоит больших денег. Я могу вам привести здесь пример с теми же самыми дезодораторами, значит, да, то есть дезиками, эрвиками разными. Это будет намного... То есть, давайте так говорить, да, то есть эрвик что нам делает? То есть он пшикнул, и запах распространился, он не удалил. То есть он просто придал приятный запах, и все, больше ничего. То есть он не занимается удалением. Как духи? Ну, условно, да, то есть как духи. По обработке сухим туманом, значит, это полноценно все помещение обрабатывается. Если просто дезодорацию человек заказывает, то есть мы просто туманим полноценно все. Единственное, что нужно, это пищевые продукты, значит, нужно будет убрать продукты питания, значит, завязать слофаные пакеты и все, в принципе. И домашних животных тоже, если они есть, то их, соответственно, тоже убрать. Обрабатывается все, где-то час-полтора держится, то есть это, ну, закрывается полностью все помещение, вентиляционные каналы, кстати, закрываются, окна все закрываются, то есть это все держится час-полтора, и после чего нужно делать проветривание помещения. После проветривания помещения сам аромат, он будет держаться где-то 2-3 недели, значит, да, то есть в зависимости, опять-таки же, от дозировки, то есть по желанию клиента, если хочет, чтобы был сильный аромат, значит, да, то есть, ну, соответственно, дозировку можно сделать чуть больше. Ну, соответственно, навредить, например, мебель или какой-то другой обстановке? Нет, абсолютно ничем не навредить, это же сухой туман, он не мокрый, поэтому никаких разводов, ничего не оставляет и оставляет за собой приятный запах. Если брать конкретно детали на удаление, то есть для этого прибегаются ультрафиолетовые лампы, мы, соответственно, ищем точки, так сказать, прикосновения, то есть конкретного места, где нужно сделать определенное удаление. То есть, к примеру, если там кошка куда-то метит, ультрафиолетовый мы провели, увидим, что на этом месте есть. То есть на этом месте нужно пробрызгать все, все точки, то есть для того, чтобы полноценно удалить все запахи, значит, нужно все точки найти по помещению. Найти корень зла, так сказать. Да, корень зла найти и уже после этого полноценно провести обработку. То есть это не только относится к помещению, также это относится к обработке холодильных камер, самого холодильника дома, одежды, обуви, которые по сезону мы носим, значит, да, то есть также в пакет собирается вся обувь, значит, все затуманивается, закрывается, держится и все, больше ничего. Интересно. По фэн-шую, то есть не решить проблему, а вот с помощью специалистов можно. Вы сказали, что вы в той программе, в прямом эфире самостоятельно прошли путь от консультанта и вот, так сказать, до руководителя, чем занимались и вообще может ли быть карьерный рост у специалистов, которые трудятся у вас? Да, мы разработали свою систему карьерного роста, я об этом уже говорил в предыдущей передаче, где человек приходит с нуля в качестве стажера, он проходит определенные этапы обучения, работает в паре с человеком уже, который профессионал, обучает его, по истечению этого сдает экзамены и, в принципе, выстроили такую систему, где человек может прийти, научиться, научить других и масштабировать это, стать руководителем, так сказать, своего филиала уже, выбрать город, в котором он будет работать, где нашего офиса еще нету и поехать и зарабатывать, так сказать, больше денег. Юрий Владимирович, ну если у нас Алексей Станиславович руководитель, стало быть, он себя хорошо проявил? Алексей Станиславович хорошо работает, у него очень перспективные ребята с этими ребятами, я сам лично познакомился, да, хочу добавить, что касается карьерного роста, мы воспитываем собственных руководителей, то есть мы не берем со стороны, то есть по объявлению нам требуются руководители и так далее, то есть мы с нуля воспитываем людей на должность руководителя, то есть мы сами прививаем навыки предпринимателя, потому что у нас, так сказать, за плечами достаточно большой опыт, с которым нужно делиться, и отсюда ниже я говорил, что у нас открываются, соответственно, рабочие места, которые мы даем, так сказать, населению возможность не только заработной платы, да, то есть заработка, так же и дальнейшего карьерного роста, и кому это интересно, этим ребятам, значит, они двигаются, они занимаются перспективой карьерного роста. Кто хочет работать просто в должности, так сказать, менеджера по продажам, он просто будет работать, вложить ему лишь по продажам. Как показывает практика, молодые ребята, значит, все хотят социального статуса. Это молодые ребята, а если человек средний, вырастаешь? Я говорю для всех, у нас нет ограничений по возрасту. То есть молодые ребята, они все для меня молодые ребята. Почему? Потому что они пришли в нашу компанию, и они начинают с нуля работу, вне зависимости, какой у них был до этого опыт работы в той или иной деятельности. То есть для нас эти люди, они молодые, они начинают с нуля. Поэтому я аргументировал, почему молодые люди. Ну вот есть еще недобросовестные предприниматели, а может быть где-то и мошеннические схемы работают, когда люди предлагают поставить, например, решетки за большие деньги, но при этом, в общем-то, если разбираться дальше, понимаешь, что где-то накололи. Никакой работы не делают. Работы никакой не делают, да. Вот в этой ситуации как быть и как отличить специалиста от того, кто, в общем-то, прячется под личиной профессионала? Я так скажу, у каждого нашего сотрудника есть договор, есть бейджик, есть определенный комплект документов, которые по запросу клиента любого человека он может предоставить. У специалистов, соответственно, есть удостоверение, кто сдал уже экзамены, кто работает самостоятельно. Если с человеком, допустим, идет стажер, который недавно только стажируется, то рядом с ним всегда есть наставник, так сказать, который может подтвердить, что это мы. И наш логотип, он в наших договорах по всех проставлен и прописан. Жители могут попросить, наши сотрудники предъявят необходимые документы. У каждого даже паспорт с собой обязательно должен быть. Ну, а если, например, попросить дайте номер телефона, чтобы я уточнила, вы или вы? Да, могут спросить номер телефона нашего офиса, человек может позвонить и узнать вообще, есть у нас такой специалист или нет. Хорошо. Мы ни от кого не скрываемся, мы открыты для всех. Вот в этом есть отличие на ваш вопрос, как отличить мошенника. По факту, если к вам пришел человек с определенным предложением услуг, проверьте его документы в первую очередь. Ознакомьтесь, познакомьтесь с ним. Если вызывает какое-то недоверие, ну, во-первых, по внешнему виду уже можно будет определить. Наши сотрудники, они ходят в своей форме, экоклимат, поэтому сразу видно. И есть номер телефона на самой футболке, значит, да. Мошенник, как правило, соответственно, ну не будет он этим заниматься. Они будут просто ходить снимать сливки, так сказать, и все. Обрабатывать пожилых людей, пенсионеров, значит, да, которые сидят дома, вот, и, так сказать, ну, будут... Играть на доверие, так сказать. Да, взрослые пожилые люди, да, то есть они же, так сказать, большие дети, да, то есть им не хватает, может, какого-то общения, еще что-нибудь. И, как бы, эти люди, как правило, в доверие очень быстро втираются и, ну, снимают, так сказать, с них большие суммы, сдирают с них, да, то есть на вот этом, так сказать, доверие напугают, наговорят еще что-нибудь. Как правило, пожилые люди, это очень доверчивые люди, поэтому, ну, в первую очередь, ну, надо удостовериться, надо позвонить. Если говорить за экоклимат, да, мы открыты перед всеми, у нас есть, могут позвонить в офис, может клиент сам приехать в офис, посмотреть на процесс работы и так далее. То есть мы для всех открыты, для правоохранительных органов также открыты, пожалуйста, можете приехать проверить. У нас есть информационный стенд для клиента. Также, если хотят нас проверить налоговые органы, все абсолютно сделки, которые заключаются с клиентами, они все абсолютно проходят через расчетный счет. Они все отражаются в налоговой. С каждой сделки оплачиваются налоги. То есть мы, как правило, если говорить о мошенниках, они этого, даже такой процедуры они не делают. Вот, поэтому мы чистые, белые, мы открыты для всех. А вот вы сказали, сейчас речь идет у нас в основном про областную столицу, а вот география, например, расширяется в других муниципалитетах. Какие действия вперед направлены? Вы имеете в виду в других городах, в нашей области. Тверскую область, конечно, мы говорим про Тверскую область. Начали с Твери, потихоньку будут у нас команды специальные, которые будут работать по области. Время нашей программы подходит к концу, и необходимо сделать определенные выводы. Вот, Анастасия Валерьевна, вы не пожалели сюда, что пришли в студию, и, казалось бы, тема, связанная, например, с аллергией человека, да, и вентиляцией, исправностью, да, вот, вентиляционных проходов. Насколько это все честно взаимосвязано? Нет, конечно, я узнала много нового и интересного. Вот, я посмотрела свои вентиляционные отверстия и ужаснулась. Вот, и поняла, как важно и необходимо все-таки проверять их. Вот, это профилактика, ну, в общем-то, играет важную роль профилактики различных заболеваний, аллергических, заболеваний бронхлёвочной системы, вот, заболеваний кожи, поэтому... А мы даже об этом не задумывались раньше, в принципе? Да, мы об этом не задумываемся, как правило. Алексей Станиславович, а вот сегодня вы, значит, только-только начинаете работать. Вот, задумываетесь ли вы, какие ждут вас перспективы, и тех людей, которые будут, возможно, сотрудничать с вами? Конечно, задумываемся. Планы большие и грандиозные, и мы всегда открыты к людям. В связи с последней экономической ситуацией, многие остались не у дел, так сказать, да, мы всегда готовы принять людей, показать им наш бизнес, научить их, и так как это востребовано в нашем регионе, наверняка, как Юрий Владимирович сказал, это востребовано везде, в принципе, да, но чтобы открывать новые регионы, нам нужны сотрудники. В основном люди боятся начать что-то новое, потому что вот какой-то опыт есть у них за плечами, и вот они думают, что так будет всегда. Но как нам показала последняя ситуация с пандемией, что стабильность, она резко стала нестабильной какой-то, да, и здесь каждому человеку мы готовы предоставить возможность, ну, в ограниченном, конечно, пределах, не будет у нас, что все у нас будут работать, да, есть определенный штат, который мы вскоре заполним, и, в принципе, набор прекратим. И каждый человек может себя проявить, и самое главное, это обнулиться, что ли, как-то. Начать все сначала, добиться успеха. Юрий Владимирович, согласны? Конечно. Для людей нужно давать на сегодняшний день новые рабочие места, новые перспективы, чтобы перед ними открывались, так сказать, новые горизонты, где они могут попробовать себя. Даже если не получится у них по работе нашего направления, в этом ничего страшного нет, да, то есть можно обратиться в какую-то другую организацию и, соответственно, найти себя там. Но те ребята, которые найдут себя в нашей компании, они будут получать перспективу карьерного роста. Но это обращение к будущим сотрудникам. А вот если ко всем телезрителям, радиослушателям, жителям Тверской области? Ну, мы сегодня говорили очень много о чистке вентиляции, значит, да, дорогие радиослушатели, телезрители, загляните в свои вентиляционные каналы, посмотрите, что в них творится, и если вы не справитесь с этой задачей сами, вызывайте наших специалистов, они к вам приедут и решат ваши проблемы. А если они уже к вам постучались в дверь, не бойтесь, пустите, они осмотрят и дадут вам оценку профессионалу. На этом мы заканчиваем нашу программу. Большое спасибо, что вы пришли к нам в студию, а вы приехали в наш родной город. Я благодарю вас за участие в этой программе. Всего доброго, дорогие телезрители и радиослушатели. Встретимся, как обычно, в программе «Тема дня». До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова